Точка отчета начала польского государства считается крещение Польши, принятое в 966 году Мешко Первым из династии Пястов. Благодаря этому событию Польша вошла в христианский мир государств Европы и перестала быть целью походов против язычников. Сын Мешко Болеслав Хробрый в 1025 году после нескольких лет укрепления своих позиций и территориального увеличения страны стал первым польским королем. С 12 по 14 века Польша была в состоянии феодальной раздробленности, ее земли не были объединены и фактически представляли собой независимые государства. Король Владислав Локотек вновь объединил польские земли. Он был известен своим исключительным упрямством и очень низким ростом, поэтому люди прозвали его Локоток по-польски Локотек. В 14 веке после коронации Владислава Ягела власть в Польше перешла к династии Егелонов, ведущей историю от литовского великокняжеского рода. Таким образом, Польша и Литва заключили стратегический союз, направленный против их самого ярого противника крестоносцев. В 1410 году произошла битва под Грюнвальдом, в которой сражались объединенные литовские и польские войска. Они одержали победу над рыцарскими отрядами крестоносцев. Это была одна из самых крупных битв средневековой Европы и великая победа польских и литовских воинов. 16 век называется золотым веком истории Польши. В то время Польша была богатым и сильным государством, в котором процветала научная и культурная жизнь, характеризовавшаяся также религиозной толерантностью. Польша и Литва заключили союз и практически стали единым государством, которое называлось «Речь Посполита двух народов». В конце 16 века король Сигизмунд III Ваза перенес столицу Польши из Кракова в Варшаву. В 17 веке общественные волнения, казацкие восстания на Украине, а также воины со Швецией, Россией, Крымским ханством и Османской империи неустанно подрывали обороноспособность Польши. В 1683 году король Ян III Собецкий прибыл на помощь осажденной Вене. Во время битвы за Вену, отряд польских гусар сломил сопротивление турецких войск и решил исход битвы. В 18 веке ослабленная войнами Польша была уже не в состоянии противостоять более могущественным соседям Австрии, Пруссии и России. Во второй половине 18 века произошли три разделения Польши, которые были проведены этими государствами. Последнее разделение произошло в 1795 году, после него Польша исчезла с карт Европы. В 19 веке поляльки неоднократно пытались вернуть свою независимость, но, к сожалению, все попытки обернулись неудачами. Самые сильные народные восстания всегда происходили на землях, захваченных Россией. В 1830 году в ноябрьском восстании участвовали регулярные подразделения польских войск. Январское восстание 1863 года носило только партизанский характер. Начало Первой мировой войны принесло полякам надежду на возвращение своей независимости. 11 ноября 1918 года Юзеф Пилсудский, главнокомандующий возрожденными польскими вооруженными силами, провозгласил независимость Польши. В августе 1920 года в битве под Варшавой польское войско одержало победу над большевистской армией. Эта победа спасла независимость Польши, а также приостановила распространение коммунистической революции на запад Европы. На протяжении 20 лет Польша была независимым государством, однако Гитлер, как и Сталин, считали, что Польша вновь должна исчезнуть с карт Европы, а тайный пакт Риббентропа-Молотова закрепил их амбиции. 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу, а 17 сентября с восточной стороны вошли силы Красной Армии. Польша погрузилась во мрак кровавой оккупации. Поляки продолжали борьбу, конспирационную по всей стране и вооруженную на фронтах Второй мировой войны. В 1944 году в оккупированной столице произошло Варшавское восстание, которое имело трагические результаты. Было убито свыше двухсот тысяч жителей Варшавы, а город был полностью разрушен. После 1945 года Польша возродилась, хоть и обрезанная, смещенная территориально и подчиненная Советскому Союзу. Настало время коммунистической власти. В 1978 году польский кардинал Карль Бойтыла был избран Папой Римским и принял имя Иоанн Павел II. В 1980 году была создана солидарность, демократическая оппозиция, которая добилась проведения круглого стола в 1989 году, завершившегося трансформацией государственного устройства страны. Спустя 10 лет политические, экономические и общественные реформы поспособствовали вступлению Польши в НАТО, а в 2004 году страна было принято в Евросоюз, в котором играет значимую роль. В 2011 году Польша возглавила Совет Европейского Союза, а после, в 2012 году совместно с Украиной был организован чемпионат мира по футболу. 10 апреля 2010 года произошла крупнейшая за всю историю современной Польши трагедия – катастрофа польского правительственного самолета под Смоленском, в которой погибла президентская пара вместе с представителем парламента, министров, вооруженных сил, духовенств, общественных организаций и другими. Субтитры создавал DimaTorzok